Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и География просто. Учебник под редакцией Климановой, 5-6 классы. Параграф 56. Подземные воды. Воды, болота и ледники. Подземные воды, болота и ледники – важнейшее хранилище воды. Вы уже знаете, что они содержат большую часть пресной воды на нашей планете. Как добывать воду из-под земли? Ну, выкопать колодец или пробурить скважину. Просачиваясь через водопроницаемые породы, дождевая и леталая вода достигает водоупорных пород. Водопроницаемый – это, например, песок. Водоупорный – это, например, глина. И вот, собственно говоря, вот этот самый водопроницаемый слой, который возле водоупорного слоя, он образует водоносный слой. То есть вода не может уйти дальше вглубь земли, и она движется вдоль вот этого вот песчаного слоя. Чаще всего водоносные слои как раз состоят из песка или гравия. Когда водоносный слой выходит на поверхность земли, образуется родник. Часто родники бьют на дне рек и озер, поэтому подземные воды являются одним из важных источников питания рек и озер. Иногда воды, вытекающие из-под земли, содержат различные соли. Не обязательно вот ту соль, которую мы используем. Соли бывают самые разнообразные. И поэтому такие вот воды называют минеральными. Не все минеральные источники полезны. Это, кстати, тоже стоит помнить. Поэтому, если вам говорят, что вот там где-то минеральный источник бьет, не стоит торопиться пить такую воду. Сначала стоит поинтересоваться, а эта вода вообще полезная. Проще всего набрать воду там, где она выходит на земную поверхность. Например, в родниках, источниках, которые в изобилии встречаются на склонах речных долин и оврагов. Иногда достаточно выкопать колодец на такую глубину, чтобы он достиг верхнего водоносного слоя. Водоносных слоев под землей достаточно много. Такой слой называют грунтовыми водами. То есть, самый ближний к поверхности слой вод, их называют грунтовыми водами. С большой глубины воду можно заставить подниматься на поверхность с самотеком. Для этого нужно соорудить артезианскую скважину. Точнее, здесь не совсем правильно сказано. Артезианская скважина – это очень такая своеобразная скважина. Впервые она появилась во Франции. Когда там хотели выкопать колодец, копали очень глубоко-глубоко-глубоко, и воды все не было-не было. Потом, неожиданно, эта самая вода не просто появилась, а она буквально пробила землю под ногами тех, кто копал, и вырвалась настоящим фонтаном из-под земли. Такой фонтан происходит вот на вот этой картинке, хорошо видно. Если, например, водоносная вода, грунтовая вода, находится между двумя водоупорными слоями и находится под давлением вот этих самых слоев, из-за этого, когда пробивается этот самый слой, вода выходит настоящим фонтаном. И так образуется вот это главное отличие артезианской скважины, что вода там находится под давлением. Название появилось благодаря Франции, кстати, а вовсе не Соединенным Штатам, где таких скважин довольно-таки много. Так, ну что ж, причем артезианские скважины бывают как выкопанными искусственными, так и природными, когда вода выбивается через трещины в водоупорных слоях. Болота чаще всего встречаются на плоских равнинах и в замкнутых впадинах, в тех областях, где осадка выпадает больше, чем может испариться. То есть, например, болот где-то в районе тропиков нету, а вот на экваторе болот довольно-таки много, по той причине, что да, там высокая температура. Но там, во-первых, очень много густой растительности, а во-вторых, там очень много осадков. Потом болота бывают, естественно, в средней полосе. Опять-таки, в низинах. То есть, например, у России большое количество болот это в Сибири, и потом большое количество болот, например, в районе Великого Новгорода и Пскова. Там тоже такая очень болотистая местность. В умеренных широтах, где проживает большая часть населения России, заболоченные участки нередко покрывают поймы и дельты рек. В болота превращаются зарастающие пруды и озера. Кроме атмосферной влаги, такие болота питаются за счет разливов рек, а также за счет подземных вод. Основная растительность этих болот – осоки, камыши, хвощи. Из деревьев – ива, ольха, береза. Также болота могут образовываться на водоразделах, где подземные воды подходят близко к поверхности. Особенно часто уровень подземных вод повышается на месте вырубки или пожарищ. Основные растения болот на водоразделах – сфагновые мхи. Они удерживают влаги в 20 раз больше, чем их собственная масса. То есть, если, например, на 21 грамм этих мхов, 1 грамм – это мхи, а 20 граммов – это вода, которая в этих мхах находится. То есть, конечно, такие впечатляющие мхи. Но, с другой стороны, пожары таким мхам не грозят ни с какой стороны. На болотах образуется слой полуразложившихся растительных остатков. Их называют торф. Раньше торф был одним из основных видов топлива. Торф хуже, чем уголь, но лучше, чем дрова. И одно маленькое отличие торфа от угля – это то, что торф – это возобновляемый источник топлива. В отличие от угля и нефти, торф в болотах образуется постоянно. Горит он похуже, чем уголь, но все же получше, чем дерево. И в Советском Союзе, например, до 70-х годов разработка торфа шла очень активно. Но потом перешли на природный газ, который гораздо чище и экологичнее. Да, и разработки добычи торфа, она сильно разрушает экосистему болот, из-за чего сильно вредится экология. Да, и пожары потом в таких местах добычи лесные, они тоже вполне себе могут быть, что тоже крайне и крайне неприятно. Когда торфяники начинают гореть, потушить их практически невозможно. На болотах образуется слой по разложившихся растительных остатков. Да, вот торф. Сейчас его, кстати, как удобрение используют. Ну, где как. И вот здесь у нас картинка горного ледника. И где ледник набирает свою массу, а где теряет ее за счет таяния. Естественно, в высокогорных долинах ледники чаще всего набирают свою массу. А вот уже спускаясь постепенно по склонам, ледники начинают таять и терять свою массу. И это видно вот по вот этой части. Что на вот этом вот скате, перекате, можно сказать, таком ледовом, здесь видно, что кое-где даже земля видна. То есть здесь ледник явно начинает терять свою массу. Покажите так, как располагается язык ледника относительно снеговой линии. Ну, вполне вот опять-таки вот здесь вот видно, как он располагается. То есть вот они как идут. Вот и вот, опа, появился тот самый язык ледника, где он начинает таять и сходить уже вниз по склону. Вот тут вот он и находится. А вот здесь вот в основном уже снега лежат. Покажите направление движения ледника. Он идет явно вот сюда. То есть он идет слева направо. Вода ледников, в отличие от подземных вод, пока почти не используется человеком, если, конечно, не считать реки, которые стекают с горных ледников. Во многом это определяется труднодоступностью ледников, расположенных в горах, либо за полярным кругом, где летом снег и лед не тают даже на равнине. Такие ледники называют покровными. Например, ледники Антарктиды или Гренландии. То есть они как покров покрывают землю. Покровные ледники накрывают поверхность суши сплошным одеялом, независимо от рельефа. Они имеют форму куполов или щитов. В покровных ледниках лед движется от центра купола к его краям. Спускаясь к мировому океану, языки ледника могут выдвигаться в мелководные моря, образуя плавучие шельфовые ледники. Горные ледники распространены в горных областях. Поскольку с высотой температура воздуха падает, в горах всегда можно провести условную снеговую линию, выше которой снег не успевает растаять летом и накапливается в холодное время года. В горах ледники могут занимать вершины, углубления на склонах или горные долины. Если долинные ледники спускаются в предгорье, то они растекаются по очень большой площади. И тают, кстати, они там очень и очень медленно. Ледники очень чувствительны к изменению климата. При понижении среднегодовой температуры воздуха таяние льда уменьшается, и ледники начинают расти, наступая на открытую землю. Толщина льда и скорость их движения увеличивается. Потепление климата вызывает обратный процесс. Лед становится тоньше, ледники отступают. С потеплением климата ученые связывают и увеличение в последнее время количества айсбергов. Айсберги – это огромные куски льда, которые откалываются от покровных и шельфовых ледников и попадают в мировой океан. Большая часть айсберга скрыта водой. Главными поставщиками айсбергами на нашей планете являются шельфовые ледники Антарктиды Южного полюса, а вовсе не Северного полюса. Хотя и на Северном полюсе айсбергов тоже хватает. И айсберги представляют очень серьезную опасность для кораблей. Причем даже для ледоков, даже для больших ледоков столкновение с айсбергом будет крайне неприятным. Конечно, айсберг, скорее всего, не утопит современные ледоковы, но ледокову придется встать на долгий ремонт, что тоже крайне неприятно. Выводы. Подземные воды. Воды, болота и ледники – важнейшие хранилища пресной воды. В природе все взаимосвязано, поэтому образование болот связано с изменением уровня подземных вод. А ледники очень сильно зависят от колебаний климата, в свою очередь влияя на сам климат. Ключевые слова и выражения. Водоносный слой. Ну, это слой подземный, где вода может спокойно двигаться и упирается к водоупорному слою. Родник. Ну, это место выхода подземных вод на поверхность. Минеральные воды. Это те родники, которые поднимаются как раз из подземных водоносных слоев, но при этом содержат в себе различные минеральные соли. Грунтовые воды. Ну, это подземные воды, самые близкие к поверхности земли. Артезианская скважина. Эта скважина отличается тем, что вода из-под земли бьет фонтаном из-за того, что там идет сильное давление двух водоупорных слоев на водоносный слой. Покровный ледник. Это ледник, который образуется на территории обычной равнины. То есть в Гренландии, в Антарктиде на Южном полюсе. Именно такие огромные покровные ледники. Шельфовый ледник. Это ледник, который сошел с суши на прибрежное мелководье. Горный ледник. Соответственно, это те ледники, которые образовались на вершинах и долинах гор. Снеговая линия. Это та линия, которая отделяет места, где, собственно говоря, снег тает и снег уже не успевает растаять. Это касается, конечно, горных ледников. И айсберг. Огромная ледина, которая откалывалась от шельфового ледника и ушла в море. Айсберги бывают огромнейшими. Чем отличаются покровные ледники от горных? Ну, собственно говоря, покровные ледники образуются на территории равнин, а горные ледники в горах. Может ли ледник образоваться ниже снеговой линии? Почему? Ну, мое мнение, что образоваться он там не может. Потому что, что такое ледник? Как он образуется? Выпадает снег, и он не успевает растаять. Возможно, если вы живете где-нибудь, например, в России, то вы вполне себе видели, что зимой вполне себе растает снег, который падает. Постепенно к низу он просто превращается в такой очень твердый кусок льда. Хотя, казалось бы, каким образом? Он же такой снежок мягкий. Но, тем не менее, после пары месяцев зимы снег, который выпал в самом начале, он внизу превращается чуть ли не в полноценный лед. То есть, вот, собственно говоря, такое давление на него происходит. Особенно на каких-то улицах он вот так вот спекается, сдавливается. И, естественно, что в горах, где снега достаточно много выпадает, если он не успевает таять, то постепенно под собственным весом он превращается в тот самый ледник. И ниже вот этой снеговой линии он образоваться не может. Часто подземные воды выходят на поверхность в виде источника, воды которого не только чистые, но и очень холодные. Как вы думаете, почему? Ну, потому что земля прогревается все-таки не полностью. И под землей, особенно если это где-то недалеко от гор, эти подземные воды могут стекать с ледников через трещины в горах. И в таком случае, естественно, прогреться такой воде особо негде. Естественно, что она будет очень и очень холодной. Рассмотрите на этикетке состав минеральной воды, которую разливают по бутылкам вашей местности. Ну, что ж, это вам надо купить эту самую бутылку минеральной воды, да посмотреть, что на ней написано.